В Казахстане банки и коллекторские агентства продолжают требовать от заемщиков выплаты задолженностей в полном объеме, несмотря на урегулирование проблемной задолженности. Особенно проблемными ситуациями является продажа кредитов граждан банками и коллекторами по стоимости от 15% до 25% от суммы задолженности заемщиков, при этом последние продолжают взыскание задолженности в полном объеме. Разработчики поправок законодательства в области кредитования считают, что для усиления ответственности кредиторов за выдачу кредитов неплатежеспособным заемщикам и защиты прав заемщиков необходимо предусмотреть возможность продажи кредитов граждан при наличии просроченной задолженности более 18 месяцев и выполнение процедуры досудебного урегулирования проблемной задолженности. Банки и коллекторы вынуждают заемщиков выплачивать комиссии, неустойки, штрафы, пени и вознаграждения по договору банковского займа, а также требуют полного возврата долга. Но согласно предложениям разработчиков, можно было бы улучшить условия договора банковского займа, чтобы облегчить обязательства заемщика. Для этого предлагается изменить условия договора банковского займа, в частности, уменьшить или полностью отменить комиссии и платежи за обслуживание банковского займа, уменьшить или полностью отменить неустойки, штрафы, пени, уменьшить ставку вознаграждения по договору банковского займа. Прощать просроченный основной долг и или вознаграждение. Ранее было сообщено, что в Казахстане разработаны поправки, запрещающие выдачу займов лицам с просрочкой более 90 дней. Но, кажется, эти меры не решают проблему коллекторских агентств и банков, которые продолжают доводить заемщиков до крайности, требуя выплаты задолженностей в полном объеме. В целом, эта ситуация вызывает возмущение у казахстанцев и подчеркивает необходимость защиты прав заемщиков от беспредельных действий банков и коллекторских агентств.